Такой завод нам не нужен. Жители Верхнего Тагила протестуют против одного из местных предприятий. По мнению горожан, за колючей проволокой перерабатывают опасные химикаты. Само производство, правда, еще не запущено, но жители уверяют, количество больных раком в округе уже успело вырасти в два раза. Мария Новикова заглянула за высокий забор. Алеша, не надо! Алеша, не лезь! Алеша, не лезь! Это ее списки! Это мы, потому что против свинцовой компания! Нам ее здесь не надо! На публичное слушание пришло чуть ли не все население города. Люди утверждают, что сражаются за свои здоровья и жизни, хотя в давке их едва не лишаются. По другой сторону баррикад – предприятие по переработке свинца. Из-за вредных выбросов завода, убеждены тагильчане, они все скоро ноги протянут. У нас есть справка за 2012 год. Заболевания, онкологические заболевания по нашему Верхнему Тагилу превышают среднестатистический областной почти в два раза. Свинцовые тучи над Верхним Тагилом встали три года назад, рассказывают местные. Тогда старый комбинат продали новым владельцам, а те устроили на территории цех для переработки автоаккумуляторов. Причем бизнесмены уверяли местных – едкий запах и гарем кажутся, ведь предприятие стоит, оборудование еще монтируют. Однако дым из заводской трубы идет и днем, и ночью, и даже по выходным. Крематорий продолжает работать. Право на чистый воздух и здоровье жители решили отстаивать в прокуратуре. Надзорный орган провел проверку, однако нарушений не нашел. Предприятие действительно еще бездействовало. Да и лицензии у него есть. Тогда защиту от вредоносной гари жители попросили у президента. Я хочу попросить Владимира Владимировича Путин. Отбейтесь, пожалуйста, с этим беспределом. Расставить точки над «и» решили и сами коммерсанты на общественных слушаниях. По словам владельцев, кабинет города не угрожает. Там стоит экологичное оборудование, да и находится на окраине. Взамен за неудобства предлагают местным рабочие места и социальные проекты. Давайте создадим некоммерческий благотворительный фонд, который мы по своим обязательствам, положенным на юридически, на бумагу, будем отчислять ежемесячно или же квартально определенную сумму денег. А вы сами пойдете в попечительский совет и сами будете распределять, куда вам это нужно. На детский спорт – одно, на хоккейную команду – другое. Последнее слово теперь за главой администрации города. Он должен дать добро предпринимателям на начало работ. Мария Новикова, Новости 41-го канала.